друзья я счастлив вас приветствовать и сегодня у нас очередное видео из цикл обратная связь знаю вы в абсолютном большинстве любите эту этот цикл но сегодня кого трэша потому что я уже вопросы так сказать выбирал на который отвечая на который не отвечаю формат видео следующие значит 30 минут я вещаю останавливаюсь еще вам 30 минут вещая 1 30 минут выходят прямо сегодня 2 30 минут уходит завтра потому что но потому что вот так далее значит всем спасибо за спасибо то есть вы очень много выражать благодарности поддержки всем спасибо сразу говорю значит всем спасибо за вопрос особенно за интересные вопросы в том числе и неудобные в том числе и тогда в точно неудобно значит как уже сказал вопросы выбирал самые идиотские которые там были и просто комментарии просто комментарии пропускаю уж извините но слишком много вопросов далее вопросы для следующих выпусков задавать под этим видео вот под этим и под завтрашним видео из цикла обратная связь 4 дробь 1 4 дробь 2 задавать вопросы по формату сказал ну начинаем значит если кто обратил внимание увидели а прикрутил там поддержку значит она еще раз повторяний на что не влияет видео выходят все равно но те кто имеет возможности имеет желание помочь финансово скажем так я очень благодарен сразу скажу что сейчас она вся эта поддержка пойдет на подготовку и снятие видео про тепловизионные по целым да потому что там оказывается довольно затратным это видео и будет она и поэтому есть потребность скажем так поэтому кого и желание и возможности огромное спасибо но они повторяя ни на что не повлиять ни чему вас не обязаны далее значит доброго дня упомянули о наличии гражданского оружия дома да у меня есть ограниченного поражения оса и и помпа какая-то не помню даже название честно сказать вот к своему стыду я знаю как ее заряжать какой обслуживать как с нее стрелять вот это все знаю называется время забывается мышь 81 или какой там вот значит и оса как выбирала осу выбирал самый мощный на я покупал в одиннадцатом году по моему самый мощный тот момент боеприпас 4 что их всего четыре это очень мало мне достаточно короче я считаю не применял по живой цели не раду далее значит на чтобы поменял сейчас но чего-либо возможности финансовый бы взял бы камень гранд пауэр наверное просто потому что он классный не потому что он волшебно останавливает правонарушить уже классный тот прямо пистолет пистолет и много раз держал руках мне очень нравится этим возможными было я бы взял гранд пауэр какой-то все 112 я честно сказать не интересуюсь гражданским оружием ограниченного поражения поэтому не готов чтобы взял из гладкого ничего бы вот у меня есть так и есть из нарезного взял бы ну и возьму наверное в ближайшее время на базе а к что-нибудь себе я еще раз говорю не разбираюсь в гражданском не нарезном не гладкоствольным оружием но я изучу материал пообщаюсь со знающими людьми немного знакомых перевелся что-нибудь себе выберу а для чего брал гладкий ствол для того чтобы было вот меня помпа устраивает полностью вот она чтобы была я особо не заморачивался заморачиваться ценой то есть было там на вторичном рынке нам хорошем состоянии в отличном состоянии невысокая цена вот я только на цену смотрел так на ваш взгляд к чек со стороны насколько целесообразно имена тех кто задает вопросы не читаю на ваш взгляд как человек со стороны насколько целесообразно в рамках военно-патриотическое воспитание потребовать интерес молодежи где специальных подразделений но это правильно и целесообразно потому что специальные подразделения полиции армии различных там фсб различных спецслужб это квинтэссенция скажем так параметрах службы во многих параметрах и для молодежи наиболее она скажем так мотивационно приемлемо и соответственно мотивируясь их служба из большей доли вероятности они будут там поступать военные училища идти куда-либо служить а возможно потом они свернут немного в сторону они поймут что служба это не только спецназ понятно но и просто какие-либо там общевойсковые подразделения так далее так далее это тоже достойно и будут нести службу там то есть польза есть безусловно значит уважение к людям до другой формирует интерес специфическим элементам их деятельности тот же самый штурмальп на фоне игнорирования основ с этим ничего поделать нельзя есть в голове мозг если он установленной конструкции надо на это постоянно давить и указывать то основы игнорироваться не буду если мозг конструкции кривой понятно да и всячески этой кривой конструкции потакать видео в текстовых публикациях сводить их какому-то хайпу бесконечному они пытаться какого-либо вести скучный ликбез в которой меня часто обвиняют понятно да у меня так сложилось что мне половина обвиняет хайпе а половина обвиняет скучном ликбезе вы уж определитесь чем я занимаюсь так вот если этого ликбеза постоянно избегать то будет сформироваться вот такое отсутствие основ это очень плохо что формируется отсутствие основ для того чтобы она не формировалась отсутствие основ нужно формировать основы я пытаюсь их формировать но по комментариям судья верни по комментариям судьями получается но иной раз некоторые конечно жгут не по-детски александр просьба можно размещать писание потом видео на youtube ссылки на все твои аккаунты но я на какие все аккаунты я по-моему где-то указывал в к у меня в к и инстаграм и все аккаунты ну хорошо я буду на все публикации на разных ресурсов нельзя потому что слишком много она youtube и instagram я понял уверена в к instagram я понял хорошо александр добрый день скажите попадались ли вас за время команды на суднести планировать солдаты попадались которые не исполняли прямые приказы таких не попадалось недисциплинированного дались которые не выполняли прямые приказы не попадались всячески поносили свое командование таких не попадалось прямо вот таких подрывали боевой дух такие попадались нытье я слышал много раз когда там поднимаешься куда-нибудь высоко и далеко и тяжело и постоянно нытье и а когда где-то раздается нытье то боевой дух очень сильно не вижу боевой дух а просто моральная составляющая она начинает стремиться там в жопу короче и поэтому это надо пресекать сразу как бы с этим боролись лично с виседом только лично авторитетом сети можно бороться то есть если вы вам тяжело а вы идете в самой жопе вам тяжелее всех кто бороться с тем что кто-то но и что ему тяжело нельзя никак вам можно с этим бороться только идя впереди и сказать слышишь мудила давай мне свой автомат свой рюкзак я понесу два автомата два рюкзака ты иди дальше но и как киалка ну и вод вот как то так только можно бороться по другому никак но надо сказать что в некоторых случаях бывает действительно очень тяжело И действительно надо помочь сотруднику, коллеге, частично его разгрузить и так далее, потому что есть возрастные в том числе сотрудники, и это к этому не относится. И иногда их надо беречь от них самих. Но иной раз вот есть такие вот нытики, которые начинают рассказывать про то, что все не так и все не так, и только личным авторитетом. Категорически я не согласен с позицией отношения короткоствола. О, все, так, стоп. Вот знаете, я не хочу с вами спорить относительно моей позиции в отношении короткоствола. По одной простой причине. Вы все, кто ратуете очень сильно за короткоствол, путаете две, короче, хер и трамвайную ручку. Хер заключается в том, что вы хотите себе короткоствол, трамвайная ручка в том, что вы почему-то думаете, что раз вы его хотите, вам его должны дать. Я скажу вам честно, хочу короткоствол. Ну, в смысле, нарезной короткоствол. Хочу, конечно, я не, блядь, не идиот. Я хочу себе короткоствол. Но я не согласен с тем, что общество в России готово принять короткоствол на ношение. Понятно, да? Потому что если его дадут возможность покупать, но не дадут возможность носить, он не нужен нахер. Он нужен и, чтобы была возможность его купить, и чтобы была возможность его хранить, и чтобы была возможность его носить. Общество в России к этому не готово. Согласны вы с этим или не согласны. Может быть, вы живете, понимаете, в доме на Рублевке, и вы думаете, что все прекрасно, блядь, и удивительно. А я вот живу, и я живу, и многие мои знакомые, которые со мной согласны, живут в нескольких других местах, они с ним не согласны. Понятно. Получение лицензии над косволом должно быть серьезным долговременным мероприятием. Это вы кому пишете? Это вы мне пишете? Мы вроде в России живем, вы это мне сейчас пишете, да? С нормальной медкомиссией. Опять вы мне это пишете, да? Бля, мне смешно, честное слово. С нормальным обучением. И стоить это должно дорого. Бинго, е-мое. Так кто его купит тогда, если оно должно стоить дорого? У того, у кого есть деньги, понятно, да? Это не всегда очень хороший человек. Априори, понятно, да? Но тот, у которого есть деньги, может себе позволить, значит, получение лицензии, которая долговременным, он может его сократить. Долговременность, понятно, да? Нормальную медкомиссию он может сделать вообще норма, отличная медкомиссия. Обучение, ну что он учится, он и так умеет все. И дорого он себе, опа, и у него краткоствол. У вас хуй, а нет, краткоствол. Понятно. Вот так и будет у нас. Вот так вот, собственно, вы как все описали, так и будет. Поэтому, почему вы со мной не согласны, непонятно. Но я не хочу по этому поводу спорить еще раз. Потому что я тоже хочу краткоствол, но я считаю, что общество не готово. Вопрос закрыт. Когда выйдет тренировочное пособие, которое вы пишете с тренером? Вы скоро, как только выйдет, вы об этом узнаете. От того, что вы вот это пишете, оно быстрее не выйдет, понятно, да? Потому что вот я не хочу. У меня знаете, почему бомбит? Делается, короче, большая работа. Не мной. Она делается не мной. Она делает с Евгением Богачевым. Огромная, большая работа. Он делает ее помимо, так как это пособие будет предоставлено практически в полном объеме безвозмездно вам для пользования. Он его делает в свободное время от того, что зарабатывает себе деньги на жизнь. Поэтому торопить его в этом вопросе, я считаю, ну, блядь, некорректно, короче, понятно, да? Моего вклада в это пособие, там, вот такое, блядь, понятно, вот такое. Вклад, поэтому я, когда будет, вы сразу увидите все. Дальше. Хотели бы вы создать свою снарягу или обвесы, или консультировать известные бренды по снаряге? Занимаюсь этим как раз. Всем вот этим. И тем, и первым, и вторым занимаюсь в данный момент. Хороший вопрос, спасибо. Это он поднимает мое число. Спасибо вам за ваше видео, спасибо вам. Если есть возможность, скажите или посоветуйте годный материал про мерзкие системы типа Equax. Уже все разжевано, вложено в рот и за вас пережевано в группе ВКонтакте сплава. Понятно, я регулярно пишу авторские статьи. Можете посмотреть все про слои, про не слои, про софтшел, про гортекс, про горку, про первый слой. Про все слои уже написано. Четыре месяца уже. Пишу каждый день. Почитайте. Расскажите, какие наручные часы. Пятисотый вопрос, короче. Я его как-то пропустил. Все. Мои коллеги носят те часы, которые хотят. Почему? Потому что вот такие им нравятся, короче. У кого есть деньги, покупают китайскую подъебку. Вернее того, нет денег. Покупают китайскую подъебку. У кого есть деньги, желание, покупают G-Shock, Suunto, ProTrack. Все, короче, вопрос закрыт. Почему? Потому что. Ну, потому что это модные часы. Они видны на фотографиях на разных красивых. Они тоже хотят красиво выглядеть. Понятно. Отдельные единицы очень продвинутых людей покупают Luminox или Tracer. Но это единичные случаи. Понятно. В основном все на электронных часах. В основном подавляющее большинство. Все. Точка на этом. Следующий. Вы были участники разных групп. Специфические методы формирования групп. Специфический ритуал. Не сталкивался никогда. С какими-то специфическими методами. Которые надо было бы осветить. Ваше личное мнение. Что предпочтительнее, карта или современные армейские навигаторы? Блядь. Вопрос на засыпку. Предпочтительнее, предпочтительнее карта и армейский современный навигатор. Понятно, да? Когда есть все, значит, элементы питания, связь со спутником и так далее, тогда мы пользуемся навигатором. Когда этого всего нет, мы пользуемся картой. Отменить одно. Но в данный момент не пользоваться навигаторами глупо. Отменить карту еще тупее. Понятно, да? То есть вы не можете считаться ни бойцом разведывательного подразделения, ни бойцом специального подразделения. Подразделение специальное значение, тем более армейского подразделения специального значения. Если вы не умеете работать с картой. Точка. Вы можете уметь работать со всеми гаджетами, с картой работать не умеете, с компасом и с картой не умеете работать. Вы не можете считаться бойцом разведывательного подразделения или подразделения спецназа, армейского спецназа. Понятно? Все, точка на этом. Ясно, да? Поэтому гаджеты не заменяют работу с картой. Понятно? А карта не отменяет возможность пользоваться гаджетами. Блядь, вопрос бессмысленный, ну реально бессмысленный. Как насчет коротковсё проехали? Насчет короткоствола надо запретить, запрещайте, что хотите, короче, все. Где вы видите лучшее применение камуфляжа оккупат? Зимой хорош, хорош зимой. Лучшее применение камуфляжа оккупат, но везде кроме зеленки, конкретно зеленки, везде кроме конкретно зеленки оккупат работает нормально. Понятно, зимой отлично. Видите ли вы будущее за экзоскелетами? Никогда вопросом таким не задавался, но в определенных профессиях, в определенных областях военных специальностей, да. Если вы интересуетесь игровой индустрией, скажите свое слово в вопросе о самом приближенном в плане реалистичности шутере. Бля, ребят, я давно уже не играю, но когда-то было время играл, игра была такая операция Flashpoint. Вот там, короче, можно было час ползти по-пластунски, потом поднять ботву, и тебе туда прилетала пуля. Вот я думаю, что он, конечно, не в плане реалистичности далек, потому что час ползти по-пластунски не получится, но, млядь, но, сука, сложная была игра, вот помню. Купик себе сайгу в 5.45, будешь ли туда колхозить трубу арочную с раздвижным прикладом? Твое отношение к этим наворотам. К тюнингу отношусь нормально, здраво. Если я куплю себе нарезной, не если, а когда я себе его куплю, ну, направление у меня тюнинга будет такое, поставлю себе туда переходник, чтобы поставить коллиматор, потому что он у меня есть. Понятно, а буду ли я туда ставить трубу с раздвижным прикладом? Не знаю. Не знаю. Я не против телескопов, прикладов, не против. Поэтому, ну, будет возможность, поставлю, но как-то вот прямо мечтать о нем нет. Какие необходимые качества нужны воины? Вы выбрали везение, удачу и интеллект. Заявили, что без интеллекта толку от бойца не будет. В общей русских частях МО срочники подали часть контракта, не имеет лица, не безображен интеллект. Но то, что человек, во-первых, лицо, не безображен интеллектом, не значит, что он тупой. Это я говорю сразу. У меня тоже не безображен интеллектом лицо. Реально. В случае, я при этом не тупой, скажу без ложной скромности. В случае обществового боя пехота просто мясо, естественно. Конечно. В случае обществового боя пехота просто мясо. Ну и дальше что? Это надо поэтому быть тупым, что ли, или что? Я логики не вижу, связи. Просто мясо для отвлечения противника от маневра военных профессионалов. Я чуть не понял, блядь. А военный профессионал это кто? То есть пехотичных профессионалов нету или как? То есть военных профессионалов. Это кто такие военные профессионалы? Это обязательно спецназ? Ну, я расскажу вам. В условиях массового конфликта, все массовые конфликты, общевойскового боя, кто будет воевать в условиях общевойскового боя, пехота, танкисты, артиллеристы, авиация, средства поддержки. То есть пехота и танкисты. Все остальные войска будут поддерживать действия пехоты и танкистов. Военные профессионалы все будут обеспечивать действия пехоты. Понятно, да? Они сами. В условиях общевойскового боя нельзя выиграть хорошо подготовленными маленькими разведывательными группами с бесшумным оружием. Понятно, не выигрываются общевойсковые бои таким образом. Ясно. Общевойсковые бои выиграются общевойсковыми подразделениями. Ими ведутся. А все остальные родовоиск и виды ведут их поддержку. Оказывают им поддержку. В том числе разведку и так далее. Потому что разведка это один из видов боевого обеспечения. Важнейших, но тем не менее, боевого обеспечения. А будут вести общевойсковые подразделения. А никак не наоборот. Понятно. Я не к тому, что не нужны подразделения спецназа. Они нужны и в современных гибридных войнах и так далее. Малых войнах. Они вышли на передний план. Но вы же про общевойсковую бой спросили, правда? Значит, про Under Armour. Про Under Armour. Про Under Armour. Что я могу сказать про Under Armour? Хорошая фирма. Значит, что хорошего фирмы? Самая лучшая фирма, что делает из всего своего провода носки. Это самое хорошее, что делает она. Это носки. Белье. Ничего особенного. Кроме понтов не выделяется ничем особенным. Она, да, хорошая качественная, нормальная белье. Но ценник из-за того, что там у А, он вдвое выше, чем должен быть. Все. Обычные футболки с плестро. Дед с эластаном, где-то без эластана. Ничего особенного нет. Кепки хорошие, бейсболки. Да, носки хорошие. Не более того. Обувь, откровенно говоря. Я, так как имею две пары, могу сказать, ничего особенного вообще. В их обуви нету, короче. Поэтому нормальная спортивная экипировка. Как-то ее проецировать на тактику. Ну, еще раз говорю, белье там можно использовать в качестве базового слоя и все. То есть, ничего особенного. А встречайте их продукцию на просторах сети, ну, потому что это модно. Все. Раз она модна, значит, вы ее встречаете. Все просто. Сразу второй вопрос, как от кого-то, я еще раз говорю, не читайте. Есть ли потенциальный интерес создать курсы, типа курсов разведки? Неинтересно. Мне неинтересно, короче. Мне интересно, меня привлекает снаряжение, и вот, а курсы нет. И это время, это отмечение основной, как бы, деятельность? Нет. Рассматривал ты возможность счастья в форуме, конференцию за рубежом по вопросам снаряде? Ну, если будет предложение, я рассмотрю, конечно, и никаких проблем нет у меня с этим. По конференцию аналогичную по тактической стрельбе. Я поучаствовал в конференции по тактической стрельбе, но я не считаю, что я достаточно компетентен в вопросе для того, чтобы принимать участие в конференции по тактической стрельбе. Понятно, да? Я вообще сразу, да, как ты прояснил, сразу ты сразу обострешь. Ну, я бы поучаствовал в конференции по боевой стрельбе, а не по тактической. А по тактической нет, мне не интересно по тактической стрельбе участвовать в конференции. Точнее, интересно, но не вижу, повторяюсь, не вижу в себе достаточно компетенции. А по снаряжению, да, поучаствовать с удовольствием. Вопрос про оружие. Что скажете по поводу Сайга-9 или Витязь 9 на 19? Естественно, савитись 9 на 19, потому что при тех же боевых возможностях габарит оружия меньше. Странный вопрос вообще. Здравствуйте, а учитывая на каких дистанциях он применяется, этот габарит, он, скажем так, решающий. Когда выйдет очередное видео об энергетике нашего оружия ограничено поражение, не готов сказать. Никогда не интересуюсь этим вопросом. Не интересуюсь гражданским оружием. У меня на это нет времени даже просто. Поэтому, извините. Хочу пойти в армию, но докторизна признали негодным. Можете посоветовать, что делать? Нет, не могу. Я не могу посоветовать. Что делать? Если у вас докторана при какой-то комиссии, призывной комиссии, признали негодным. Что я могу посоветовать? Ничего не могу. Протеплаки было бы интересно посмотреть относительно отдельной полноценной. Планируется, прям планируется. Спасибо за работу, спасибо за отдых. Вы упомянули, что воины будущего будут вестись в городах. Да, я упомянул и придерживаюсь этого мнения. Какие, на ваш взгляд, современные бронежилеты и шлемы соответствуют таким задачам и каковы векторы развития? Современные бронежилеты и шлемы. Современные бронежилеты и шлемы. Смотреть надо сразу на то, что стоит на вооружении пехоты, общевольских подразделений. То, что стоит на вооружении общевольских подразделений, все практически эти бронежилеты и шлемы, они так или иначе устраивают, подойдут для ведения общественного боя. Понятно, да? Потому что мы говорим про войны. Мы говорим не про спецоперации. Для спецопераций, да, там нужны чуть другие требования, более тяжелые системы с уклоном в защиту, в минус эргономики. А когда мы говорим о войнах, о длительном ведении боевых действий, мы должны учить обязательно эргономику. Поэтому любой современный пехотный бронежилет, он в принципе соответствует задачам. И шлем любой, какой сейчас у нас основной, 6B47 в принципе соответствует, и 6B45 бронежилет тоже в принципе соответствует. Своим возлагаем, на нее требуем. Да, их надо там с более современных материалов, да, им надо немного там добавить фишечек каких-то там, да. Но основные, основные СИПС, которые стоят на вооружении российской армии, в целом соответствуют. Вот так. А какие-то проводить коммерческие аналоги здесь, ну я не буду на данный момент. Я остановлюсь вот здесь вот в этом видео, на этом вопросе, на именно общевойсковых системах. Как готовить бойцов для боя в городе при большой войне? На основании программы боевой подготовки. Там все есть, что надо, на основании было подготовки, что надо изучать. Вопрос в матбазе только, все. Какой возник на Ганде? На Ганде у меня некрас видос ААА, то есть такой же. В аудиодорожках делайте шумоподавление. Вы сейчас вот это вот написали мне про аудиодорожки шумоподавления, так как будто вы мне написали про созвездия Ориона и какие там звезды. Я вообще не понял, о чем вы говорите. Поэтому если вы в этом вопросе не можете оказать содействие, напишите мне в личку, пожалуйста. Я буду вам очень благодарен. Ага, поехали. Воины ведутся в городе с 5 века до нашей эры. Камуфляж в городе не нужен. Значит, поехали. Я никогда не сказал, что камуфляж в городе не нужен, если мне не заменяет память. Я сказал, что камуфляж в городе не играет первостатейной, первичной роли в комплексе маскировочных свойств. Понятно, да? Когда мы занимаем определенные позиции, вот эта позиция и укрытие играет большую гораздо роль, чем маскировочная окраска костюма. Понятно, да? Милиционер видел разбомбленный в кашу город, и на что он похож? Он похож на горы серой и коричневой с кашей. Абсолютно верно. И любой расцветка камуфляжа, помещенная в эту гору серой каши, примерно через несколько часов станет такого же цвета. Понятно, да? Этой же каши. Ясно, да? Вот и все. Камуфляжный рисунок одежды в лесу плохо работает. Где я сказал, что камуфляжный рисунок одежды в лесу плохо работает? Что камуфляж? Где я сказал? Камуфляжный рисунок одежды плохо работает в лесу. Я где это сказал, короче? Я сказал, что я не любитель фотографироваться в разного цвета камуфляжах на фоне кустов, и считаю это бредом. Это да. А то, что он плохо работает, где я это сказал? Когда? значит это плохой рисунок который разработал дизайнер вопросов нет про бои в городе про ими боеприпаса которых вся электроника идет в одно место слышал слышал так же как и вы слышали вы их видели посредствах применения видели ими боеприпас вы видели вот вы видели о чем пиздите вообще видели нет я не видел например вы видели расскажите про свой опыт я не говорю что вы не право расскажите как пошли по пизде беспилотники и как вы у камуфляжа всех победили высоко технологии вы как вы в камуфляже партизаны у камуфляжа одеты и победили все высоко технологичной армии мира понятно да которые ведут бои в городах закамуфлировавшись камуфляж а те без беспилотников без всего оказались в результате вашего электромагнитного удара расскажите мне про такое вот применение опыт боевой не фантастический описанной в книжке а реальный войны в городах идут прямо сейчас ближний восток он антрим чем прямо сейчас войны в городах расскажите мне про как там электромагнитными боеприпасами сбиваются беспилотники я внимательно вас выслушаю а без наворотов оседать вооруженным силам легче в сложной лесной и горной местности до оседайте вы там осядете а в это время вражеская армия займет ваш город трахнет ваших родственников и будет там заниматься своими делами а вы будете сидеть в лесной и горной местности охуительное решение 5 баллов молодец прошу прощения за импульсивность про возможность использования безухих шлемов есть вопрос пользуются пользовались и пользуются и пользовались и я пользовался в том числе безухими шлемами какие упражнения с гирей из личного опыта лучше всего подходит для развития силы и выносливости любые упражнения с гирей подходят для развития силы и выносливости вопрос в том в каком метаболическом режиме мы работаем и какой у нас вес гири все отлично подходит толчок по длинному циклу отлично подходит рывок гири отлично подходит махи гири отлично подходит выброс из гирей. Любое упражнение подходит отлично. Вопрос в том, какого веса гирю вы берете, какой у вас количественный диапазон, сколько вы работаете, на сколько повторений вы работаете, сколько вы между подходами отдыхаете. И еще раз повторяю, какой вес вы используете. В зависимости от этого вы развиваете или силу, или выносливость. Вот только и всего. Из того, что вы видели, слышали, думали, насколько наши вооруженные силы готовы к отражению агрессии от крупнейших государств Европы и Северной Америки. С кем можем тягать на равных по одиночке? По одиночке, если мы берем Европу и Северную Америку, на нашей территории можем тягаться с кем угодно. По одиночке. Но они по одиночке никогда не нападут. Поэтому вопрос бессмысленный. Сможем отстоять страну, если все с копом нападут? Если все крупнейшие государства Европы и Северной Америки нападут с копом, но если они не будут считаться с потерями, то есть они вот скажут, все, похер, короче, рубимся до упора, сколько собьют, столько собьют, сколько потопят, столько потопят. Сомнительно. А если они будут использовать эту свою тактику, когда получив пиздюлей, надо немножечко это подутихнуть в этом вопросе, то тогда вопрос и есть. Вернее, вероятности есть отстоять. Но у меня не сильно высокий, если всем скопом нападут, но надо сравнивать возможности. Плюс в нашей территории, что мы на своей земле находимся, мы опираемся на объектовые ПВО, мы опираемся на большие возможности маневрировать силами, мы можем опираться только на это. Они могут, их слабое звено будет логистика, понятно, потому что на поступающей армии надо будет снабжать, чем она дальше будет наступать, тем пути снабжения будут растягиваться, подставляться под удар, ВТО там и так далее, авиация, которая у нас у целей и так далее, и так далее, и так далее. Прикрыть все эти пути невозможно, плюс на первой стадии они понесут определенные потери. На настоящий момент все-таки армия довольно неплохо поднялась, и эти потери будут ощутимы, которые мы им нанесем, и возможно эти потери заставить их отказаться. И собственно поэтому я думаю, что и ничего не происходит, потому что в то, что будет прямая война такая, я не верю, будут воевать Сирия, мире и во всяких таких местах. На прямую войну не пойти Европа в первую очередь. То есть США бы может быть и хотела бы толкнуть их в жопу, но Европа не пойдет на открытое противостояние. Вопрос на вене серии образцев Химках. Ну на данный момент говорить про образцев Химках не совсем имеет смысл, потому что мы имеем немного сейчас другие вооруженные силы, нежели описанные в этой книге. Эта книга просто показывает весь ужас, скажем так, войны. Камуфляж и примочки это шляпа, но сам рекламирует леший, который лежит слева. Да, вот он. Это что за двуличие? Ну вот такое вот двуличие, потому что я не говорил, что камуфляж это шляпа, блядь. Я сказал, что расцветка камуфляжа в комплексе маскировочных свойств недалеко не всегда, недалеко всегда первична. И я к вот этим всяким наворотам отношусь скептически, но при этом огромное количество людей относится к ним воодушевленно, понятно, да, и очень любит. И вот для тех, кто это очень любит, вот эта штука подходит хорошо. По поводу того, что вы пишете, что вайперхуда не используют, вы заблуждаетесь. Вайперхуда используют очень широко. Вайперхуда именно используют очень широко. Почему я отношусь скептически к вот этой всей шляпе? Потому что тепляки ставят вот это вот все под большое сомнение. И это не я говорю, это, говорят, действующие снайпера. Они, говорят, игрушки в стиле фильма «Снайпер» с Том Бернджером больше не катят. Или катят, но только, блядь, с необученным каким-нибудь, ну, я не знаю, повстанцами, у которых, блядь, копья и луки. А как более-менее там заводятся деньги на той стороне, и более-менее противоборчивая сторона, покупая тепловизионные приборы наблюдения прицеливания, все вот эти лохматушки идут по пизде. Но важно помнить одно. Когда вы на себя вот это нацепили, раскрасили лицо, все закамуфлировались отлично, вы сами себя начнете наебывать, что вы такой вот незаметный. А вы незаметны до первого теплока. Теплок, бам, до свидания. А вы думали, как так? Вот так, е-мое, все просто. Поэтому, еще раз говорю, я не любитель вот этих примочек, но при этом я осознаю, что любители есть. Вот для любителей, которые есть, эта штука работает. Любите вы лежать в траве, чтобы вас было не видно. Это рабочая вещь. Вот и все, короче. Поэтому, ну, в чем здесь двуличие, непонятно. Я не могу сказать, что это говно, она не работает. Я при этом не любитель примочек такого рода. Все. Вот и все. Маскировочная краска на лицо работает. Покраска оружия работает. Маскировочная окраска, камуфляжи работает. Но я не любитель вот этого фотографирования на фоне леса. Чтобы показать, какой охуительный это камуфляж. Это охуительный камуфляж на этой фотографии. На 10 метров слева переползи на тропинку. Он уже таким охуительным не будет. Только и всего. В чем здесь двуличие, непонятно. Дальше. Так, сейчас 5 минут и отдохнем. До следующей встречи. Спасибо за творчество. Почему на всех видео с участием спасибо вам за озвучку? Почему на всех видео с участием ОМОН и других спецподразделений подозреваемых, даже если они оказывают ни малейшего сопротивления, пакуют очень жестко? Потому что, как правило, ОМОН и другие спецподразделения привлекаются для задержания особо опасных вооруженных преступников, от которых ожидается определенное сопротивление, возможно, ей. И поэтому пакуют жестко, для того, чтобы мысли о таком сопротивлении не возникало. Понятно, да? Вот только всего. А если вы сейчас намекаете на всякие разные марши несогласных, то я ни разу не видел, чтобы там жестко паковали. Потому что я там много раз был, ни разу жестко не паковали никого. Понятно. Если вы думаете, что это жестко, вы никогда жестко не видели, как пакуют. Какова реальная боеготовность воинских частей НИСП на ВДВ? Ну, я не готов сказать. Личный состав вооруженной техники обновляется в 2009-2010 году. Я могу так сказать, что реальная боеготовность воинских частей на данный момент выше, чем в 2009-2010 году однозначно. Она выше по материальной базе, она выше по обученности личного состава, она выше по вовлеченности личного учения, прочее, прочее, прочее. Насколько она высока? Вопрос второй. Но что она выше, чем по состоянию на 2009-2010 год, однозначно. Понятно. Состояние текстильной промышленности в стране не готов осветить. Ну, откуда я? Это такой вопрос. С компанией СПЛАВ. Если имеешь обратную связь, попроси их сделать на людей выше среднего уровня, вопрос такой, смотрите, у компании СПЛАВ есть маркетологи, есть исследователи рынка и так далее. Они исследуют, какой размер максимально востребованы. Ну, то есть, какой размер покупают чаще всего, какую рассветку покупают чаще всего, какой рост покупают чаще всего. На основании этого формируется, скажем так, что они производят. Понятно. То есть, они не будут производить то, что они произведут и будут лежать долго, теряя в цене и принося по факту быта компании. Вот в этом смысл. Не потому, что они не любят людей высокого роста, а потому, что, ну, это законы рынка просто. Понимаете? Приходилось ли вам избивать на митингах школьников школьников? Значит, тогда, когда я служил в аммонии, когда мы ездили на митинги, тогда еще школьников на них не выгоняли. Там были только взрослые люди, но даже их мы не избивали. Такой вопрос. Обучают ли оперативников, сотрудников военнослужащих ликвидации живой силы противника с помощью ножа, в том числе метательного? Вот сейчас вот так я делаю. Смотрите. Вот так, еще раз. Смотрите. Это ответ на ваш вопрос? Ну, я ответил на ваш вопрос? Если нет, не обучают. Все это мифы, что, блядь, метательным ножом учат ликвидации живой силы. Я, оа, я даже скажу вам так, на тропе разведчика есть мишень, куда метают нож либо саперную лопату. Ну, такая мишень. Ее этому не обучают, но когда проходишь тропу разведчика на время, там, на соревнованиях, это надо сделать. Короче, попал, не попал, похер. там, дадут какой-то штрафной балл, воткнулся нож или саперная лопата. Для меня лично непонятно. Я кинул в нее лопату, саперную лопату, кидаю в мишень, она попадает в мишень. Либо она втыкается в мишень. По мне, так если в меня прилетит саперная лопата, воткнется, либо она мне плашмя по ебальнику попадет, мне разницы не будет никакой. Понятно? Поэтому не учат. Не учат. Понятно. Места, методиоставление по типу учебных пособий НКВД. Ну, надо в НКВД спросить. В армии нету такого. Значит, когда вы отвечали про вопрос о тех, кто готовится к нашим зомби-предшельствам, то вы сказали, это брехня, т-т-т-т-т, эшелон на стальных касках, нашей армии дайте немного шансов против вероятного противника. Нет, на самом деле, я уже на этот вопрос отвечал. Вы имели в виду долю любого пехотинца любой страны в современной войне. Так точно. Так будет с любым пехотинцем в современной войне. На чью страну нападут? Понятно? Вот кто, то есть, на ту, на чью страну нападут, он будет, то есть, смысл какой? Когда одна страна нападает на другую, в первые, скажем так, часы, дни и так далее, в первый период времени всегда попадет, попадает под замес кадровая армия. Ее быстро поднимают по тревоге, пытаются отмобилизовать, отправить, по местам их скопления компактного проживания, нахождения, наносятся удары, и очень быстро таким образом в зоне, вот в этой зоне на театре военных действий армия регулярная, она очень быстро попадает под замес, и очень быстро теряет в численности. Начинает отмобилизовывать население, вот с отмобилизованным населением в любой стране мира будет вот так, как я написал, будет пиздец. Если я хочу подготовиться к пиздецу, где можно научиться стрелять, ну, судя по всему, судя по всему, лучше всего на ютубе учиться. Какие вы использовали тактические фонари на оружие во время спецоперации? И я использовал от зенитки, какой-то комплекс прицельный, там был фонарик, там был видимый лазер, короче, красный, вот он штатный был, поставлялся в подразделение штатно, он у меня был на ПИА, я его носил на ПИА, на автомат я смысла ставить не видел, а на ПИА он у меня был и довольно часто пользовался, там, при досмотре, там, и так далее, и как я люблю, говори, я лазером передавал мысли на расстоянии, короче, лазер очень, очень на самом деле, смех смехом, но лазер на самом деле очень хорошо передает мысль на расстоянии. На фото вы в одежде от Гиена Тактикс, прошу прощения, какие мысли на расстоянии передает лазер на цельуказатель? Ну, например, когда надо передать мысль стой, блять, человеку, да, он не стоит, то когда у него появляется на груди, ну, красное, вот это пятнышко, он мысль твою улавливает, даже если ты не сказал ее, понял, ты только подумал, стой, блять, чик, он, оп, все, мысль, мысль передается на расстоянии с помощью лазерного цельуказателя. В одежде вы от Гиена Тактикс, ваши впечатления об их продукции, особенно о брюках Раптор, буквально через два дня вы увидите обзор на канале у меня по одежде Гиена Тактикс, он сейчас в работе, как раз снимается, монтируется, и вы его увидите. Вот такой будет теоретического плана, но, тем не менее, довольно подробно я там все раскрою, кому эта тема интересна, все, что для себя будет нужно, все увидите. Принимая ваш опыт службы разведоподразделения, хотел бы задать следующий вопрос. Разведная рота московского подразделения, либо разведная десантная рота, ну, это уже мы говорим о дивизии, востребован сейчас применение такой боевой единицы в условиях, когда конфликты стали локальными, и в них участвуют бойцы и подразделения, которые в целом превосходят по навыкам вооружения обычную развед роту пехоты. Нифига, я не понял вопрос. Для чего нужны пехотные роты разведки? Пехотные роты разведки нужны для того, чтобы вести разведку в интересах той части, того, как сказать, той организационной штатной структуры, в которых эта рота разведки есть. И вопрос в том, насколько они нужны, они просто нужны, их не хватает. Понятно, да? Потому что сейчас у нас выросли огневые возможности по поражению противника на расстоянии. Для того, чтобы поразить противника на расстоянии, мы должны знать, где противник находится. Для того, чтобы знать, где противник находится, мы должны разведать его место расположения, а в идеале еще и навести на него авиацию, артиллерию и так далее. Это решает задачу не только подразделениями спецназа. Эти задачи могут решаться в том числе обычными подразведывателями подразделениями легко в той зоне ответственности на той дальности, на которой они действуют. Для каждого разведывательного подразделения, для каждого раздельного органа устанавливается зона, устанавливается дальность, на которой он действует, от того подразделения, который выделяется. Если говорим про мою бытность, что в разведывательном полку была разведывательная рота, в разведывательной, в дивизии был разведывательный батальон, рота действовала в интересах полка, Но информация передавалась в дивизию. Разведывательный батальон действовал в интересах дивизии, но информация уходила на армию. В интересах армии действовала в интересах армии. Кто у нас действовал? В интересах армии были раньше разведывательные роты специального значения, их потом ликвидировали. Они действовали в интересах дивизии. В интересах округа действовала бригада спецназа, которая уходила в округе. Бригада спецназа, она не занимает, а это вот спецназ, разведка специального значения, она занималась тоже разведкой. И вот эта многоуровневая система разведки позволяла всем вот этим сверху донизу подразделениям от округа до полка получать информацию в зоне действия, понятно? Поэтому говорить о том, что сейчас не нужны разведные подразделения, они сейчас нужнее, чем когда бы это ни было. И собственно сейчас по сути дела вооруженные боевые действия сводятся к тому, что их ведут разведывательные подразделения. Повторяю еще раз, все подразделения спецназа армейского, это подразделения разведки специального назначения. Задача армейского спецназа в первую очередь разведка, в первую очередь разведка и соответственно корректировка наведения ударов артиллерии и авиации. Поэтому разведка нужна как в пехоте, так в ВДВ, так в морской пехоте, так везде нужна разведка. Без нее выловить современные, хотите, просто нехер. То, что появились технические средства разведки разные, беспилотники, спутники и так далее, это лишь дополняет информацию, которая получается с помощью ног простого разведчика. С вашего позволения, в этом вот, сейчас крайний вопрос и на сегодня все. С вашего позволения, повторяю в этом ролике, благодаря за предыдущие, значит, нож выживания, наличие в спецназразделениях, какой именно, если не секрет. Два мони у нас были какие-то зубьями такие страшные на вид, пипец, блядь. Ручка там откручивалась, у нее все четко там было у него, там можно было, как у Рэмбо, короче. Был бы я бы вот лет бы на 20 моложе, я бы возбудился, по-моему, сильно. Возможно, вспомогательный инструмент. Ну, как вспомогательный инструмент. Ну, вот они в оружейке, никто не борол, никогда, никогда, никуда, никуда, никуда не борол, блядь. Они всегда в оружейке лежали. Ваши отношения к модели оборотень. Я видел до оборотня, о чем вы говорите, никакого у меня отношения нет. Я считаю, нож должен быть, нож, пила, блядь, пила, топор, топор. На настоящий момент есть складные пилы небольшие, они вот лучше, чем нож выживания оборотней в тысячу раз. А любой нож лучше, чем вот эти вот раскладушки, закладушки. Ну, блядь, никакого смысла не вижу в этом. Это все порождение сумеречного гения вот этих 90-х. Ну, ни к чему это не привело, это не развилось никуда, потому что это бесполезно, абсолютно. Имеет ли право нажить такой нож? Нет. Как универсальный в определенных рамках инструмент? Нет такого универсальный в определенных рамках. Вещь универсальная, либо не универсальная. Если мы говорим о про универсальность в определенных рамках, в ней, значит, никакой универсальности нет. Как и в ноже обороте, нет никакой универсальности. Такие варианты, как король джунглей с полурукояткой, в расчет можно не брать. Ну, почему же? На мой взгляд, то же самое, только вид сбоку, блядь. собственно на этом на сегодня все встречаемся завтра в это же время всем приятного просмотра что еще сказать хорошего да пребудь с вами силы друзья